Хотя по специальности я все-таки транспортник, но уж так сошлось, что я больше половины жизни строил. Почетный знак за заслуги перед Щелковским районом не получают просто так. В зал славы попадают только те, кто внес значительный вклад в развитие муниципалитета. С именем Ивана Семиволоса связано строительство многих знаковых объектов в Щелкове. Хотя начинал-то действительно как транспортник. В середине 90-х Иван Иванович пришел работать в районную администрацию заместителем главы Николая Пашина. Занимался вопросами формирования малого бизнеса. За период лет двух-трех мне удалось создать больше полутора тысяч малых предприятий. Многих, я знаю, сейчас еще с тех пор работать достаточно успешно. В строительную сферу Иван Семиволос попал, когда ушел вместе с Пашиным в Министерство труда, где курировал строительство в Подмосковье центров занятости. А потом глава Леонид Твердохлебов пригласил обратно в район возглавить управление капитального строительства. Эта организация исполняла функции муниципального заказчика на строительстве социальных объектов. Таких, как детский городок на перекрестке Центральная Комарова, станция скорой помощи, поликлиника на Свердловке. А первым серьезным экзаменом стала школа номер 4. Это командная работа, говорит Семиволос. Главы района Твердохлебова, главного архитектора Положенцева и многих других. Школа номер 4, это после всех мелких объектов, как детский городок, музей, благоустройство площади и так далее, это школа номер 4, это был, конечно, труднейший объект. В первом плане это в политическом, нежелание жителей сносить старую школу. Ну, настойчивость, в общем-то, в то время Твердохлебова, главы района, Стаса. Ничего удалось все-таки эту идею пробить. Это действительно был по тем временам один из лучших объектов, наверное, Московской области, из образовательных объектов. Не успели разрезать ленточку на четвертой школе, как началось строительство спортивного манежа на Краснознаменской. На площадке предстояло играть блиставшему тогда в чемпионате России по мини-футболу Щелковскому «Спартаку». Очень специфический и сложный объект, который курировал лично губернатор Борис Громов. Еще за семь дней до открытия тогдашний губернатор Громов еще сомневался, что мы его откроем в назначенное время, поскольку за ночь до того здесь тоже был грязь, и мы ночью часа в три привезли рулонный газон с Волоколамска, как сейчас помню, вечером были лужи, грязь, а утром, когда все приехали, тут уже зелено все блестит. Не менее дорогий Ивану Семиволосу пешеходный мост через Клязьму от Троицкого собора до торгового центра «Кэмп», транспортная развязка у гипермаркета «Глобус», но встретились мы с ним у 12-й школы в Чкаловском. Ее Иван Иванович, если можно так выразиться, строил дважды. В качестве начальника управления капстроительства довел стены до третьего этажа, потом ушел, но вернулся. Когда меня Гоняев позвал в качестве зама по строительству, я пришел, и мне досталось завершение этой стройки. Я заканчивал переход, заканчивал строительство бассейна. То есть получилось так, что вроде и начинал, и закончил эту школу. Иван Семиволос работал замом главы с 2008 по 2012 годы. В этот период начали проявляться проблемы в жилищном строительстве, следствие которых обманутые дольщики. Несостоятельные инвесторы бросали недостроенные дома. Администрация искала новых застройщиков. Честно говоря, душу греет. И тот момент, что в качестве зама мне удалось порядка 300 человек лишить звания обманутых дольщиков. Это была тоже, конечно, работа сумасшедшая, честно скажу. Это была нервная. Это обманутые дольщики в Жигалово и в Щелково-7. Наверное, половину времени отбирала эта работа. В 80-х-90-х знаковым для Щелково было строительство Пролетарского проспекта, который соединил город и упорядочил выезд на Москву. По значимости с ним Иван Семиволос сравнивает другой объект дорожно-транспортной инфраструктуры. Чкаловский путепровод, который открыл сквозной без ожидания на железнодорожном переезде, проезд по Щелковскому шоссе. Это был последний проект с участием Семиволоса на муниципальной службе. Я не могу сказать, что я герой какой-то или что-то там сверхъестественное, но мне не стыдно ходить по городу, я узнаю свои объекты, иногда радуюсь. Щелково Иван Иванович называет двоюродным городом. Родился и вырос на Украине, окончил Харьковский автодорожный институт. После него был призван в ряды советской армии. Благодаря ей он в 71-м году и стал навсегда щелковцем. Нас привезли из Донецка 82 инженера, выпускника. Прямо всех командой привезли в Щелково-Сен. Тогда это была военно-космическая часть. Там же стажировку проходила будущая жена. Женился, ну, как говорится, так и остался. Сегодня Иван Семиволос принимает поздравления с юбилеем. Его будут честовать и коллеги по общественной организации ветеранов муниципальной службы Щелковского района. Это люди, потенциал которых не исчерпан, и их помощь, советы еще не раз пригодятся новым поколениям щелковских управленцев. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».